К Мариуполю. Последние новости оттуда узнаем у Александра Пантелеймонова. Саша, здравствуй. Мы тебя слушаем. Тебе слово. Да, Лёш, Широкино по-прежнему под огнём. Вот днём террористы только на несколько часов притихли. И уже к вечеру посёлок вновь обстреляли из миномётов, затем и из стрелкового оружия. Но вот во время этого дневного затишия нам удалось добраться до передовых позиций. Ну и там, естественно, повсюду разрушения и следы от взрывов. Сейчас вы увидите знак Широкино. И внизу полностью будет расположено само село. Вот знак Широкино. Мы к нему приближаемся. Довольно маленькое село. Боевики находятся на сходе с Широкино. Диверсийно разведленные группы, снайперы, працюють в самому, безпосередньо населенном пункте. Наши военные сейчас продолжают укреплять позицию. Большую часть работ уже выполнили с помощью спецтехники. Ну, где-то пришлось поработать и вручную, лопатами. И вот сейчас подключают уже электричество и устанавливают печки. Укрепление оборудуют на совесть, потому что обстреливают здесь постоянно из самых разных видов вооружения. Повсюду вокруг позиции воронки, а прямо из дороги торчат снаряды от града. Это буквально полтора недели назад. Это поле тоже засеяно градами. Но тут можете пройтись, подивиться воронки. От обстрелов со стороны террористов страдают, естественно, и местные жители. Инфраструктура разрушена, им приходится жить в полуразрушенных домах. Также есть проблемы с водой, питьевой, с продуктами. Магазины практически не работают в окрестных селах. И вот сегодня стали известны подробности вчерашнего боестолкновения наших военных с вражескими диверсантами, в ходе которого погибло двое наших военнослужащих. Столкновение произошло возле поселка Пищевик. И в ходе него погибли двое наших морских пехотинцев из Одессы. Пока это вся информация. Алексей. Спасибо, Саш. Александр Пантелеймонов вышел с нами на связь из Мариуполя.